Более 90 участников из восьми населенных пунктов Ненецкого округа в минувшие выходные объединил телевисочный социально-культурный центр «Престиж» в рамках ежегодного конкурса художественного слова «Зеркало души». На протяжении нескольких часов со сцены звучали стихи и проза о Великой Отечественной войне. На мероприятии побывала и наша съемочная группа. «Воскресный город озабочен, одна в толпе большого дня, Старуха в беленьком платочке стоит у вечного огня». Открывает конкурсную программу София Черчук с произведением Виктора Суходольского «У вечного огня». Выбор стихотворения не случайен, ведь в этом году конкурс художественного слова «Зеркало души» посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне и приурочен Году памяти и славы. Поэтому все выступления объединены одной темой под названием «Юность моя – перекресток военных дорог». По словам Софии, в этом году особое внимание перед подготовкой к конкурсу было уделено выбору материала. Мне помогали искать педагоги это произведение. И выбрала я его, потому что оно довольно редко. Я его никогда не слышала. И мы решили его показать всем зрителям, кто сидел в этом зале. И постарались передать все, все чувства, все эмоции, которые я испытывала при прочтении. Я считаю, что такие мероприятия, несомненно, нужны, потому что Великая Отечественная война – это очень горькая потеря в нашей стране. И мое произведение показывает, как мамы, бабушки, жены переживают по сей день невосполнимую утрату. Они помнят, они чтят, и это очень важно. Как отмечают организаторы, ежегодно география конкурса расширяется, растет и количество участников. Это в год не стало исключением. Заявки подали более 90 человек из сел Великовисочное, Тельвиско, Оксино, поселков Красное, Нельминос, Искателей, деревни Андик и города Наринмар. Возраст участников тоже разный. Самому юному – 7 лет, самому опытному – 82 года. Валентине Николаевне Шевелевой – 78 лет. Вниманием публике конкурсантка завладела с первых минут своего выступления. При выходе из лагеря Таня заметила собачью будку, возле которой сидела огромная овчарка. Но не она привлекла внимание девочки. Рядом с собакой стояла полная миска еды. Валентина Николаевна, участник опытный, признается, что в конкурсах чтецов участвуют ежегодно, а как давно уже и не вспомнит. При этом отмечает, что к выбору произведения подходит по старинке. Произведение в печатном материале всегда ищу, потому что у меня нет ни ноутбуков, ничего я пользоваться не умею. А выбрала его, потому что оно отличается от обычных произведений. Что уже не сила там человеческого духа или что-то показано, а показана любовь собаки к человеческой жизни, животное. А сыграла такую большую роль в судьбе девочки. Поэтому я его выбрала. Мне показалось очень оно интересным. Произведение «Спасительница» в исполнении Валентины Николаевны покорило не только сердца зрителей, но и компетентное жюри. Как итог, первое место в номинации на бис. По словам старожилов конкурса, победы для них не так важны. Самое главное – это возможность делиться опытом и видеть успехи подрастающего поколения. Должны быть конкурсы проходить, чтобы люди помнили, люди знали, и особенно дети. И отрадно, что детей очень много участвуют в этом конкурсе каждый год. И сейчас детей много, и считают отлично. Смотришь на них, такие руководители, так вас хорошо учат. По итогам мероприятия в самой многочисленной номинации детства победила Ксения Лыкова. Среди участников номинации «Отрочество» лучшими стали Елизавета Чупрова и Тимофей Лыков. В номинации «Юность» Анастасия Бякина. Победу в категории «Молодость» разделили Александр Найде и Константин Тарасенко. В номинации «Зрелость» лучшей признана Наталья Фифилова. В категории «Мудрость» первое место жюри присудило двум участницам – Ирине Ржаницыной и Зое Шальковой. Анастасия Максимова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Продолжение следует...